День добрый, шановные глядачи! День добрый! День добрый! У нас сегодня в студии хорошие девушки из Украины западенцы Нет! Это все центральная Украина! Значит, Любу у нас все знают Люба звезда Ютуба уже тут Меня, может, в шапке не узнали? Да не, ничего страшного Мы можем на шапку сверху веночек вам сказать Значит... Да И у нас Лена, новый персонаж Это Лена, тот самый человек, с которым Люба по гуглу значит, ходит и разговаривает на украинском языке чтобы не забыть Подождите, подождите По замешам гугла Не в гугле Не в гугле А где же вы ходите? Нас объединила компания IT Labs Да А вы все тут, что ли? Ну вот, я оттуда изначально Да, то есть это как детище наше Сваси Сваси, да, наши сваси-детище А Лена, с Леной познакомились на концерте Океана Эльзы и Лена преподает курс для тестировщиков для начинающих тестировщиков Вот так вышла с концерта сразу преподавать В IT Labs А то есть вы не были при этом знакомы? Нет, нет, мы получается случайно познакомились на концерте Разговорились Она узнала о том, что я тестировщик Так Вот Мы как-то с ней после этого встречались еще разговаривали И потом, видимо, я ее чем-то взяла не знаю чем Так вы не из Львова? Нет, я с Винницкой области А и что там конкретно? Я сама с Винницкой области из города Казатино Казатино О, вы знаете? Историческое местное место Боже мой, как приятно! Конечно! Я же изучал историю СССР Это больший железнодорожный узел У вас партизанов были много? Вот стыдно, не знаю историю Не помню историю своего города Так чего Казатин Сейчас-то вы где? Сейчас я в Норс-Сан-Хосе проживаю. Нет, ну подожди. Нет, ну подожди, где сейчас? Где вы преподаете в ITL? Мы вот стартанули курс онлайн, как вы советовали. Мы вот стартанули, мы уже провели первый курс. Прямо когда же вы успели-то? Вот такие вот. Буквально два месяца назад, да? Ну хорошо, то есть вы стартанули. Студенты были там какие-то? Вот, кстати, я хочу сразу вас поблагодарить, Михаил, потому что мы первый курс обычно проводим бесплатно. То есть когда у нас запускается какой-то первый новый курс, новый преподаватель, мы проводим бесплатно, правда? Преподаватель оттачивает мастерство, студенты могут посмотреть, дать фидбэк. Мы все время так делали. Вот, видите, вот мы прям как почувствовали. То есть Лена вела бесплатный курс. Бесплатный курс, и мы, знаете, как пишем, когда бесплатный курс. Сразу же много людей хотят, да? И вот у нас был ажиотаж. Ажиотаж, да. У нас первый вебинар было больше 50 человек. Да, было вот много людей. 50 человек. Хорошо, а второй я здесь. Так вот, смотрите, а второй я вот просто к чему все вела, что мы дальше, когда расписали вот курс, 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 стартует бесплатный, 500 анкет, вот, ну, людей, которые хотели поучаствовать, из них где-то около 50 писали, что мы смотрим канал Михаила Портнова, мы видели там вас, вот мы заинтересовались, и мы хотим вот поучаствовать. Подождите, а остальные откуда? Ну, украинцы. У нас же аудитория украинцы. Ну, хорошо. То есть 500 человек, из которых только 50 нас смотрели? Нас? Ну, только 50. Для нас это ого-го. Вообще раньше от вас никого не было. Понял, понял. А сейчас 50 человек пришли вот целенаправленно посмотрели. На вашем канале подписка выросла? Выросла, да. Ну, вот я просто свой канал еще пока не веду. У меня там видео какие-то висят, но я его так активно не веду, как вы, но у меня уже 300 человек. А вы начните преподавать тестирование на украинской мове? Вот это Лена и делала. У меня первый курс. У меня был курс на украинском языке, потому что все были как бы с Украины, и я вела курс на украинском. Это после того, как как бы прошло... Кстати, из России кто-нибудь подключится? Так вот подключились люди, вот чему мы благодарны вам. Потому что раньше было только украинцы, только люди с территории Украины. Сейчас коннектятся люди с Россией, с Белоруссией, интересуются в курсе, и поэтому вот... Как это слово-то? Тестувальник. Тестувальник, да. Тестувальник. То есть мы как бы щиры-тестувальники. Да. Шире-шире. Шире-шире. Ну хорошо. Так вы прям... Слушайте, откуда же вы знаете, как эти слова-то на украинском-то? Какое? Ну... Естественно. Там же терминологии много. Ну, конечно, терминология есть, и терминология сленговая, оно всё... Английскими словами. Ребята, пишем тест-кейсы. Как сказать по-украински? Друзья, пишем тест-кейсы. Это несложно. Ну, это несложно. Тест-кейсы-то с английского, да? Ну да. Это всё сленговое. А БАГ? А БАГ как? Точно так же БАГ? Как БАГ РЕПОРТ так и пишем? БАГ РЕПОРТ, да. Просто мы по-инцам указываем БАГ РЕПОРТ. РЕПОРТ. А мы ещё очень мило любим называть БАЖИНКА. БАЖИНКА. Он говорит БАЖУК. БАЖИНКА. БАЖИНКА. Да. Ну что же. Хорошо. Хорошо. Вам надо какую-то свою, знаете, свою лексику. Вот я когда-то, когда школа у меня началась... Ну, у меня по старой советской ещё. Вы, может, не помните, молодые ещё. Но там демонстранты когда шли по Красной площади, там им с трибуны Вавзолея какие-то лозунги кидали в толпу. И говорили, ура! Вот. И я вот с трибуны как бы вот тоже лозунги сочинял для наших студентов. Вот у меня был первый был. Ну, там по аналогии с пятилетками, которые там были. Я говорю, качество американского софтвора, русскую гарантию. Это ещё школа вся русская была. Потом я говорил, а это вам может быть больше подойдёт. Я говорил, превратим юзеров, абьюзеров в тестеров, молестеров. Классно! Вот. Ну, дальше испортилось. Потому что это меня куда-то снесло. И последнее, после чего я остановился, было лучше тестировать стоя, чем юзать на коленях. О-о-о! Да. И я подумал... Глубоко! Очень глубоко! И тут я понял, что надо остановиться, потому что неизвестно, где вынернешь завтра. Могут мне вообще не понять. Почему? Не знаю. В общем, какой-то сексуальный коннотейшн там получался. А-а-а! Ну, такое-то. А-а-а! Ну, та! Вот, та! Та never mind! Не проймайтесь! Не проймайтесь! И вот знаете, что интересно, у Лены был первый в жизни опыт преподавания. Ой! Как это было? Это были непередаваемые ощущения. Но у меня генетически от мамы. Мама у меня педагог. Вы скажете, они вас видели лицо ваше в этот момент? Кто? А-а-а! Перепуганное лицо моё было! А-а-а! 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 Не важно, что говорить, лишь бы просто говорили. Не знаю. Может, так и было. А-а-а! Ну, так что... А вы... Ну, вы без цветочков там, без ничего так строго... Я строго... Я строго... Ну, я и строго. Это немножко две разные вещи. Но, в принципе, я старалась как можно построже быть. Так, в итоге, вот вы учили бесплатно. Они что-то... не знаю, пошли работу искать или чем кончилось всё это? Да, они сейчас активно ищут работу. Одна девочка, которая даже в середине курса уже нашла работу, устроилась... О-о-о! В каком городе-то где она? Она... Она в Киеве. А-а-а! В Киеве, если не ошибаюсь, да. У меня обычно, вот когда онлайн-эвый класс идёт, но у нас длительный, мы месяца три занимаемся. И я им в середине говорю, после десятого урока, ровно в середине, я говорю, ребята, кто хочет, вперёд! И обычно находится сколько-то энтузиастов, и поскольку если человек очень активный, то у него обычно за пару недель получается, там две-три недели, то вот у нас вот первый, вот он где-то в середине курса уже и работу нашёл. И так как-то... Обалдеть! Это круто! Да, причём, он, знаете что, у него так получилось, что там и рекрутер был индус какой-то. Он ему перед интервью все вопросы дал с ответами. Но заработать хотел уже, чтобы они его взяли. Вот. И он после этого всем говорит, не работайте с рекрутерами, которые не дают вопросов с ответами. У него такой опыт появился. Ха-ха-ха-ха! Интересно! Ха-ха-ха! Так... А где же азарт? А где же вот это вот... Ну а азарт... А где же вот стресс вот этот вот? Ух! Огонь! Это всё в процессе. Было 50 человек в классе. На первый урок пришло 50 человек на халяву. На второй, когда стало понятно, что надо заниматься, сколько осталось уроков? Нет. Мы провели первый вебинар, и после вебинара у нас проходил тест. Мы, значит, давали людям тест. И потом, по итогам, проанализировав все ответы, мы уже выбирали тех людей лучших из лучших. Ну и много собрали. Самых мотивированных. Тех, кому доверят заплатить за курс или что? Или они всё равно бесплатные? Да, бесплатные. Хорошо. Сколько вы взяли из 50 на второй этап? 9. Это такое число, что заставить... Очень странно! Правда, да? Это 9! Это какая-то каббалистическая такая вещь. Это магическое число. Вы разве не знали, что 9 это магическое число? Да, конечно. Перевернуть кверх ногами будет 6. А если... Еще 2 шестерки добавят! Еще 2 шестерки, да. Да, да. Это знаете, сколько евреев вышло из Египта с Моисеем? Вот, говорит, там 666 там тысяч. Да. А каббала объясняет, что 666 это просто очень много. Это не в том смысле, что вот их было ровно 666 тысяч, а было дофига. Значит, по-русски говорят, да, дохрена там было. А тут, говорит, 666. То же самое. Угу. Вот. То есть у вас было дохрена 9 человек. А угадайте, почему 9 человек? Потому что вы отобрали 10 и один дропнул. Нет. Первая попытка пропала. Не подошла, давайте вторую. Не нашлось больше. 50 хотели. Ну, хотели, но вы их не взяли. Тест не сдали там какой-нибудь. Все очень просто и банально. Но. Но. У вас лайсенс не позволял больше в класс писать. Вот, вот, близко. Расчет, посадить в класс. Какой? Да, я, как люди смеются, у них в Украине говорит, лайсенс. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мы развеселили. Ну, надо сказать. Ну, мы по-честному, по-честному. Ну, хорошо. Так что? Мы реально не могли посадить. Мы проводим занятия в Hangout. Вот. И в Hangout можно 10 человек. То есть получается 9 людей плюс преподаватель. Если вы возьмете GoToMeeting, там бесплатно можно писать 15. Вот мы сейчас расширили Hangout до 15. Но это потолок. Ага. Просто мы используем, ну, как видео каждого. Ну, каждый студент с видео. То есть в GoToMeeting сейчас можно видеть каждого? 15 человек. Ну, вот, а больше 15 с видео нельзя. Тогда нужно заплатить и будет до 50. С видео все? Насчет видео я боюсь. Я, например, не хочу видео, потому что у меня 8 в чек-классе. Но дело не в этом. Но если я начну с видео, оно будет замедляться. И у меня качество записи будет хуже. И при том, что у нас, в принципе, неплохой интернет здесь, я сомневаюсь, что это имеет смысл. Ну, да. А вы хотите их видеть обязательно? А мы хотим создавать атмосферу. Может, это не имеет смысла. Мы пока пробуем, мы только начинаем. Мы вот хотим создать атмосферу, вроде они в классе. То есть они видят преподавателя, и преподаватель видит каждого. И все друг друга видят, знаете, как, ну, и все могут разговаривать. Ну, я вам скажу так, если можно посадить, например, не девичек, а 27, то вы можете сказать себе, за трое больше денег уже пусть они друг друга не видят. Да, но для нас же деньги это не мотивация, мы хотим качество. Зачем деньги здесь, если есть качество? Качество, качество, это то, что хорошо бесплатно отдать. За деньги, как ты говоришь. Ну, хорошо. Итак, собрали бы 9 человек. Вы их доучили уже? Да. Уже было последнее занятие. Так сколько их работает, кроме той девочки, что в Киеве? Пока я еще не симкалась с ними, поэтому не скажу точно. Только закончился курс. А в режиме что делается? Они сами себе? Они сами. Они самостоятельно. Они присылали мне на ревью. Я делала ревью, отправляла им, говорила, что исправить. Они потом мне присылали. Вот такой вот пинг-фон. Надо мне такую систему ввести, а то я им всем... Вам уже, наверное, надоело. Вы столько лет пишите. Дело не в этом. Дело не в этом. Если бы они хотя бы вникли в то, что им пишут. Они же даже... Они же должны сами уметь... Они не вникают. Мы, знаете, мы проводим занятия, где мы рассказываем, как писать резюме. У нас проводит рекрутер. И вот после этого занятия они пишут, а мы потом проверяем. А на каком языке, я извиняюсь? Мы мотивируем их писать на английском. Резюме? Да. У меня есть вебинар, как записанный. Вы можете им давать ссылку. О-о-о! Как писать резюме на английском. Да, я видела. Супер, кстати. У меня есть в курсе по QA на партнов.ru. Там партнов.com.ru. Там есть в самом низу, там есть как резюме делать, как каверлетлер делать. Так и на ютубе ваш канал, который технический, да. Там есть. Ну, да, там есть, да. Мы много на эту тему народ отдаем. А вот, Михаил, мне кажется, вы рассказываете еще больше специфику под Силиконовую, под Кремниевую долину. Да? Да. Вот в Украине может отличаться там, ну, некоторые фишки, вот, ну, подхода к резюме в Штатах и в Украине. Мне кажется, вот это будет отличаться. Хотя нужно посмотреть. Я вам скажу такую вещь. Я не слышал, чтобы кто-то на эту тему что-то говорил. То есть, ребята резюме какие-то делали. Другое дело, что, может быть, они не делали именно туда и делали сразу сюда. Я не знаю. Я тоже заметил, что люди, которые вот эти семинары смотрят, которые вывешены, они как-то сами делают себе резюме и январь. Что же они там написали-то? Хорошо. Вот первый мальчик был после трех уроков. Из Калуги он был. Он послал резюме и он был пятикурсником. Это была зима, где-то январь. Январь был. Он был на пятом курсе в январе. Попустной курс. И он послал два резюме. Там две конторы всего были в Калуге. В одной его позвали и взяли. А он еще такой молоденький, знаете, не понимает политкорректности. Ему говорят... А контора аутсорсинговая была. И ему говорят, ты-нибудь в Америку хочешь? Говорят они ему. И он вместо, чтобы политкорректно объяснить, что у него... Что я патриот? Нет, нет. Ну что, может быть, съездить неплохо, но в принципе он тут, да? Вот. Он вместо этого так подмигивает и говорит, да вы ему все хотите. В Америку-то. Вот. И, значит, я думаю, что он вот этим вот подкупил открытостью такой вот. Непосредственно. А все подумали, действительно хотели, почему бы и нет. На что-то объединяет. Мне понравилось. На самом деле просто я думаю, что они в Калуге обалдели от того, что кто-то написал резюме на тесты, как у вас, говорит, тестувальника. И, значит, и какой-то курс прошел или еще что-то. Это невероятно. У меня в Израиле то же самое ребята говорят, которые там у нас учились первые, да. Они говорят, люди как-то... То есть все, что они спрашивают, а где ты учился, а что вы там проходили? И что, прям школу? Ты что? Школу? Школу? А вот Михаил, скажите, вы фотографию рекомендуете ставить в резюме или нет? В резюме нет. В LinkedIn профайле есть фотография. Ну а вот в Украине фотографии так заведено, как-то люди в резюме добавляют фотку и это как мы знаем. Тут есть, знаете, что? Тут есть опасность. Значит, опасность состоит в том, что... Я знаю, вы еще с риелторами местными не общались, да? Так мы не общались. Значит, риелтор американский. Ему обязательно нужно фотку на бизнес-карточке. То есть это все. Если у риелтора нет фотки, это все, это не риелтор. То есть у них такая все строго. Должно быть с фотками. И в газете они с фоткой, и всюду они с фоткой. И я иногда смотрю, думаю, но уже с таким лицом. Уже... Понимаешь? Уже, может быть, как-то иначе бы сделалось. Понимаешь? То есть, ну... Что тут скажешь? Поэтому фотка опасна чем? Вот ты ставишь свою фотку, и она тебе нравится. У меня одного мальчика не взяли на internship. Менеджер отказался его брать. Потому что он его нашел в Фейсбуке. Как он, значит, это самое. Там фотографии в Фейсбуке. И он с двумя бутылками пива вот так вот из двух сразу пьет. И он сказал, что это что-то не тот тип. Понимаешь? А ему нравилась фотка-то. Поэтому, если уже фотку вешать, то надо другим людям показать. Потом, понимаешь, еще как... Я не знаю, как, например, там украинская фотка. Она должна быть, как вот ты с похорон пришел. Или ты должен быть такой, да, веселый. Вот у нас надо улыбаться. Ну да. Как нас на паспорт фотографируют. Как будто мы уже нас откопали, только что уже раскрыли. Уже все, не жить. Ну да. Ну да. Это надо знать тонкости вместо реальной. Это тонкости, да. Папали. Это вот везде. Ну, слава богу, вам уже там не искать. Наверное, работа на Украине-то особо. Как-то... Лена уже местная, да? Вы местная? Ну, почти. Почти местная. А вы же скажите, вы как вообще в Америку попали? Ну, как? Как? Ну, как попала? Ну, получается, мы уже дали рабочую визу. Хорошо. И мы приехали два года назад сюда. Сколько ж вы замужем-то? Три года. Немного. Я вижу, что много не может быть. Много не может быть. Много не может быть. Не, это... Как-то... Не по школу. Не по школу. Спасибо за комплименты. Ну, конечно. Так, а муж-то что делает? Муж сейчас программист в Google. Так, а как будет программист? Программульник там? Тестувальник и программульник, нет? Как? Ну, это великолепно, сразу надо перевести в словарь. Как будет? Девелопер. Программист. 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 То есть нет такого... Украинизации такой не произошло. Как с тестувальника. Программист из программарни. Работает в программарне. Ну да, мы с Леной мужем работали на одном проекте. И мы вот вместе поехали на концерт Океана Эльзы. И он привез... В угугле. В угугле, да. И Саша привез Лену. И вот там уже с Леной познакомились. Саша привез тебя, Лена... Лена сама приехала. Да, так подождите, вы где работаете-то? Работаете ли? Я сейчас пока не могу работать. То есть я как бы здесь не могу работать официально. То есть я, получается, преподаю на Украину, да. Ну и немножко тестирую open source проект. Хорошо. А когда появится разрешение на работу? То есть вы где-то... Adjustment of status у вас там где-то, да? Ну да. Вот в концу лета уже... Отлично. Ну и что вы хотите делать, рассказываете? Ну что... Планирую штормить по собеседению. Я даже сейчас, в принципе, уже готовлюсь... Ну в какой профессии? Тестувальник. Тестувальник. А есть женщины? Ну я, наверное, буду идти уже... То есть не на мануальное, я буду идти на позицию automation. Тестувальник. Или как? Тестувальник. 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 Мисс Кивей. Тестувальник. А вы automation какое знаете? Ну я сейчас занимаюсь тестированием... Веб-тестированием. E-line-тестированием. Ну да. А, населением будет хорошо. Джава, оселением, настройка на оселение. Никакой. Я тоже этим когда-то занималась. Да. А закончишь? Все мы когда-то этим когда-то занимались. Да. Ну что же, значит... Лена, вы смотрите наш канал Чешо. А, Чешо. Да уже Трирок и я Чешо. 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 Лена, все апдейты, все новинки знают. Ты скажи мне, смотришь ты Чини. Смотрю, конечно, смотрю. Смотрю, окей. Да. Ну а что же вы смотрите? Вы-то чего смотрите? Ну, мы Silicon Valley Voice и... А что там? Вот у вас... Что у вас интерес там? Ну, получается, как я вообще как бы попала на ваш канал. Да. Оооо. Да. Это было вот три года назад, когда вышел вопрос про эмиграцию. Когда вот мужу начали процессить H1B. Да вы ж только замуж вышли три года назад. Ну вот три года, когда мы вы... Когда, да. Муж был на процессе Green Card, господи, H1B. H1B. Вот. Я извиняюсь, вы тоже через IPAM? Нет. А как? Мы через другую компанию. Ну другую. Еще в Киеве есть, еще есть компания аутсорсингом, которые занимаются, которые перевозят людей сюда. Хорошо. То есть там вы на месте все интервью прошли, и ему потом сделали визу? Ну, получается, ему сделали визу непосредственно компания, которая как бы наша, киевская. И уже здесь его, получается, как бы перепродали. Трансфер? Да, ему сделали трансфер, потому что изначально виза была на Нью-Джерси, на Нью-Йорк. А вот это вот, я извиняюсь, вот у вас лисичка или это собачка? Лисичка. Лисичка. Покажите, ребятам, что вы имеете? Красивая рыбенькая лисичка. Это вы где сделали? Это в Киеве. Это не то, что ее вот можно отодрать? Нет. Настоящая? На всю жизнь. Муж что говорит? У мужа самого есть. Хорошо. То есть вам нравится? А еще где-то есть или только тут? Да, на плече. А, ну хорошо. Не будем показывать. Спасибо за субтитры.